В любом случае, судеб должен доказать свою состоятельность правосудия в судебном расследовании до начала судебного заседания. Третья часть моего сообщения содержит последующее знание о человеке или суверене. Суверен от французского высший верховный сувера, лицо которому без каких-либо ограничительных условий и в течение неопределенного срока полностью принадлежит верховная власть в государстве. Так говорит любимейшая из виртуальных справочников Википедия. Забавно заметить, что и здесь определение преподносится почти полностью верно, за исключением слова «лицо» и «государство». Маленький нюансик или непрежность того, кто уносил эти сведения, полностью может изменить понимание тех, кто пока не владеет знаниями. Ну а это всего лишь вопрос времени. Моё обращение направлено к человекам, суверенам, живым первообладателям, родной, живой план этой. Рассмотрим навязанную нам человеком каузистику юридического или морского или адмиралтейского права. Все мы, человеки, вовлечены в эту глобальную фикцию, пока не изучим изнутри паразитическую систему, о которой Ас повествовала в первой и второй частях моего рассказа. Высшее проявление юрисдикции, используя язык паразита, это народная власть, а не та судейская мантия, которая экклезиастический дресс-код поработителей. И не только сама мантия судьи или другими словами священнослужителя является частью масонского ритуала, но и сам вводный ритуал на момент получения диплома юриста в университете. И если кто-то считает, что церковная инквизиция имела место быть в Средневековье, должна вас огорчить. Инквизиция трансформировалась во времени, приняв форму судебных заседаний. Судьи раньше назывались магистры, маги, адвокаты, ничто иное, как завуалированные инквизиторы Святой Церкви. Одевают на себя маскировочный черный плащ-мантию, идентичной той, как и священнослужители Церкви. Эта униформа представителей культа бестий. Надо четко запомнить, что в этих аулах судейских господствует ритуал Яхве, то есть адмиралтейское право, то есть экклезиастический канонический ритуал. Святая Церковь имеет права на каждого индивидуума, живущего на этой земле. Поэтому судебный процесс и приговор – не что иное, как признание и исповедь. Подробно о трибуналах. Также четко надо запомнить, что трибуналы не являются государственными учреждениями. Если по несчастной случайности вы оказались протагонистом судебного разбирательства, имеете полное право заставить судью взять самоотвод по причине отсутствия компетенции по отношению к вам. Судья занимает должность равносильную директору супермаркета. Можно дать совет, что лучше всего – это вообще не заходить в зал суда. А перед этим заказным письмом с обратным подтверждением о получении отправить суде рекомендацию о его самоотводе, потому что у него нет полномочий судить человека. Также собственные права отстаивать самому, а не через адвоката. Признав адвоката, таким образом вы становитесь участником их игр. И главное, таким образом вы признаете вашу вину. Также заставить судей взять самоотвод, потому что их работа состоит не в жажде установления братской справедливости, а их работа имеет чисто экономический интерес. Они банальные платные наемники системы продажные гангстеры. Более того, они присягают верность какому-то приватному, фиктивному объекту, неосязаемому, который называется государство. И не имеют права начинать судебный процесс против их же работодателей, их работонаемников. Надо четко запомнить, что зал суда это не место справедливости, а место власти и насилия. Искусство юридического права это оккультное искусство, отточенное несколько веков назад и до сих пор неизмененное. Надо четко запомнить, что все якобы страны с 1933-1934 годов это корпорейшн, а не суверенное государство. Каждый желающий может зайти на сайт SEC – Security Exchange Commission. Все так называемые государства – это всего лишь дочерные частные предприятия одной частной организации, головной офис которой находится в Вашингтоне. Надо четко запомнить, что трибуналы, налоговая и все остальные государственные учреждения – ничто иное, как учреждения частного права. И в свою очередь подчинены другому организму частного права, как Италия ОАО – Открытое Акционерное Общество, РФ ОАО – Открытое Акционерное Общество, СССР ОАО – Открытое Акционерное Общество, Соединенные Штаты Америки ОАО – Открытое Акционерное Общество, Бурунди ОАО – Открытое Акционерное Общество, «Тумбу-юмбу ОАО» – «Открытое акционерное общество» и так далее. Поэтому без всякой, что ни на есть юрисдикции на вашу душу и тело. Надо четко запомнить, что люди и человеки этой безобразной системы рассматриваются как фирмы. Подтверждением этого может быть ваш запрос в налоговую службу, и вы убедитесь, изучив личную выписку. Важно также знать, что есть закон интернационального права, который уже наложил арест на имущество в обеспечении долга на все банки мира еще в декабре 2012 года. Но они, банки, благополучно продолжают свою незаконную деятельность благодаря невежеству «популейшн». Рассмотрим детально. Судьи – это исполнитель и администратор траста, которые исполняют роль правосудия. Цель этих фиктивных трибуналов любого ОАО – открытого акционерного общества – всего лишь решить споры по договорам. И если одна из участвующих в тяжбе сторон отказывается участвовать, тогда суд не может открыть судебное преследование. И таким образом тяжба пропала или утонула в воде. Этот термин употребляется не случайно, так как участие в процессе напрямую относится к адмиралтейскому праву, которое было запечатлено в третьей папской булле – Этерни Реджис. Папа Исистов – четвертый. Эти псевдосудьи не имеют никакой власти между участниками спора. Вспомним предыдущие мои повествования о свободе выбора, о согласии, то есть бессогласия или согласия обвинителя и обвиняемого. В любом случае судеб должен доказать свою состоятельность правосудия в судебном расследовании до начала судебного заседания. Надо знать, что участники процесса – это владельцы оборотных ценных бумаг. Или оборотная ценная бумага – владелец участника процесса. Это зависит, кем вы себя считаете. Перед тем, как дать на рассмотрение инвесторам эту оборотную ценную бумагу, ей должен быть присвоен номер, название которому – EZIN – International Securities and Indification Number. Ваши свидетельства о рождении и пенсионные свидетельства превращены в гособлигации, которым будет дан этот номер или код. Дальше эти облигации, собранные в лоты или серии для дальнейшей их инвестиции, как поевые или инвестиционные фонды, как вклад на определенный срок. И доходы с реинвестирования переходят в государственное долговое обязательство. Если вы еще живы, то есть еще дышите, кушаете, размножаетесь, ваши свидетельства перепродаются. И именно инвестиционные фонды, которые содержат эти долговые обязательства, и есть предмет обожания судей, секретаря суда и прокурора. В действительности этот целевой фонд покрывает все ваши долги, но никто вам не откроет этой тайны, потому что элита считает своей собственностью. Мошенническая система Federal Reserve на мировом уровне ответственна за пользование этими инвестициями. Пенсионный фонд, здравоохранение, организации по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийной бедствий и все другие государственные службы финансируются из этого целевого фонда. Но государство вас заставляет платить налоги, плюс еще часть из своей, вашей же зарплаты, которая идет на оплату этих госслужб. И только для того, чтобы держать вас в крепостничестве. И не только это. Каждый живущий на этой планете обязан подписать всякие разные страховки, типа для собственной безопасности. Хотя на самом деле целевой фонд покрывает все несчастные случаи, расходы на медуслуги и на научные исследования и так далее. Режим через средства массовой информации из-под Волонь навязывает вам мысль о необходимости наличия страховки. И таким обманным способом держит вас в бедности, используя ваше невеждество, так как Ватикан собирает процент из всех страховых компаний. Также вы можете каждый месяц получать финансовый отчет о задолженности от вашего банка или кредитной или финансовой компании, которая уже покрыта из целевого фонда. Все эти предприятия или корпорейшн заставляют вас платить дважды, запутав и запугав вас этими кредитными практиками. Когда получите в очередной раз такой финансовый отчет из банка, подпишите его и отправьте назад отправителю. И когда с вами свяжутся, чтобы заставить вас оплатить этот счет, попросите их предоставить вам настоящую счет-фактуру, а не простую декларацию, заявляя при этом, что будете счастливы оплатить. Только после того, как банк и ИЖИ с ним будет в состоянии доказать на эту требуемую им сумму отчет, в котором подтвердят то, что требуют и то, что уже было оплачено. Счет-фактура представляет собой только то, что должно быть оплачено. Банки и ИЖИ с ними имеют прямой доступ в этот целевой фонд. И все, что им надо, это только ваше имя и идентификационный ваш номер и ваша подпись. Видите, как финансовая ветвь тесно переплетается с ветвями юридической и политической, образуя спрута паразитической системы. В этой материальной действительности только народ имеет верное право судить. Народная власть или суверенная власть состоит из свободных человеков. Каждый суверен имеет право и обязанность присутствовать на заседаниях в качестве присяжного или народных защитников. На языке поработителей звучит как полиция. В любом коммерческом ОАО или государстве понятия как уголовное право отсутствует. Потому что уголовное право подразумевает абсолютную власть над индивидуумом. Корпорейшн или ОАО или государство. Фикция. Это коммерческая организация. Суверенное же объединение человеком на определенной территории при полном свободном волеизъявлении создают только суверены. Ведающие свое предназначение в мировоззании. Ответственны за свою деятельность в этой реальности. Миролюбивые, уважающие друг друга, силой мысли, созидающие форму действительности и принадобности, уничтожают патоген, как межсезонный насморк. Суверенная организация свободных человеков нужна только временно. В момент сплочения сил для выполнения важной вдруг появившейся ситуации. Например, уничтожение паразитарного патогена. Из-за недостатка знаний можно попасть в реальность, где исполняются преступные контракты против вас, с вашего же разрешения. Название которым – уголовное преследование. Ваше согласие было получено паразитарной системой, вашим же молчанием, отсутствием ответа или протеста. И по закону называется молчаливое согласие. Рассмотрим на примерах. Если кто-то предъявит вам обвинение в краже какой-либо вещи и при этом написал заявление против вас, но вы промолчите в ответ и не предоставите ваш отказ в действительности происшедшего письменно, это будет считаться признанием вины. Или вы получили счет фактуру на товар, которого не покупали и не заказывали, и по умолчанию проигнорировав претензии, это равнозначно принятие к исполнению этой фактуры. То есть вы обязаны платить. Компании по сбору налогов используют именно этот трюк, то есть ваше молчаливое согласие, для сбора якобы ваших долгов, которые в свою очередь, в смысле долги, были проданы другим компаниям или корпорациям в пользу первичной организации по сбору налогов. Да и как можно утверждать, что нет уголовного права, если миллионы индивидуумов находятся или находились под уголовным процессом, которым был вынесен уголовный приговор? Многие находятся в тюрьмах, потому что они нарушили уголовные законы. Ответ. Да, правда. Находятся под процессом или в тюрьме, потому что приняли, абсолютно не ведая, криминальный договор по отношению к собственному свидетельству о рождении и разрешили быть наказанными, посадив себя в тюрьму, как следствие их вины. От адвоката только нулевая помощь. Адвокат только усугубит ситуацию благодаря извещению предоставления вас в суде. Кто же в действительности находится под арестом, под процессом, так это только ваше свидетельство о рождении, а не вы как человек. Обычно уголовный процесс начинается с представителя полиции, который запускает инициативную меру или по прокурорскому запросу, после чего ответчик или якобы обвиняемый припровожден в зал суда для слушаний. Мандат для задержания относится к вашему имени и фамилии, то есть к свидетельству о рождении или к документу личности, где имя и фамилия написаны в большинстве случаев только большими буквами, как свидетельство существования вашей облигации. В этот момент, так как пропавший в море мертв, может рассматриваться только юридическая фикция, а не живой индивидуум. Значит, ваше свидетельство о рождении находится под арестом. Вся надежда псевдотрибуналов заключается только на то, чтобы достаточно сильно запугать индивидуума, подменив ответственность свидетельства и перекинуть псевдовино на индивидуума. Сумасшедший дом – это всего лишь большой спектакль. Посмотрите на судебные аулы, построенные таким образом, чтобы вызывать божественный страх. Большая часть служащих Фемиде ни сном, ни духом не догадывается, что являются петрушками в безобразном спектакле. Любой госслужащий, административный или судебный, вбивает на компьютере ваше имя с большими буквами и не догадывается о трюке с надписями и с их написанием. Хочется еще раз заострить внимание на свидетельство о рождении или, другими словами, сделки по добровольной сдаче вашего детяти в собственность ОАО, частного предприятия для собственных нужд этого частного предприятия, или, другими словами, государства. Если все же вам предстоит находиться в зале суда в целях собственной безопасности, возьмите с собой свидетельство о рождении, как часть остальных документов, идентифицирующих вашу фикцию или личность. Для вашей дальнейшей безопасности надо использовать тот документ, где прописаны фамилия, имя, отчество большими буквами. В свидетельстве о рождении советского образца ФИО прописаны прописью первые буквы большими и последующие маленькие. Во время судебного процесса судья должен спросить, являетесь ли вы тем гражданином или персоной, субъектом, рассматриваемой жалобы, где в большинстве случаев фамилия, имя и отчество будут написаны с большой буквы. С огромной долей вероятности вы скажете «Да». Собственно, и это запрещено делать. Возьмите в руки ваше свидетельство о рождении или паспорт и спокойно объявите судье следующее заявление. Мое нахождение здесь от имени ответчика, присутствующего здесь, абсолютно исключительное, ограниченное обстоятельство. И покажите ваше свидетельство о рождении или другой документ, продолжая заявлять судье. Ас или я, ознакомившись с документами, господин судья, товарищи судья, заявляют, что секретарь суда, подготовивший иск, возбудил уголовное дело против траста, который прописан большими буквами, предоставленном вам документе. В руководстве по печати и правописанию указано, что прописные буквы в названии используют только для предприятия или корпорейшн. Также в римском праве указано, что прописными буквами определяют статус крепостного. Статус Капитис Деминуицио Максима Секретарь суда в качестве администратора траста был назначен вами, господин судья или товар ищи судья. Вы фидуциарий или другими словами исполнитель данного траста. И так как ни секретарь суда, ни вы, господин судья, не имеете полномочий стать бенефициариями, поэтому единственным человеком здесь это ас или я. И вы, господин судья, становитесь исполнителем или другими словами фидуциарием. Поэтому, конечно, если вы, как мой фидуциарий, не попытаетесь побудить меня к совершению преступления предоставлением ложных данных, ас или я призываю вас отправить в архив судопроизводства с возмещением принесенного мне ущерба за мое нелегальное задержание. Конец фразы. Используйте по полной мере законы траста, где установлено, что исполнитель или другими словами фидуциарий, бенефициар и администратор не могут быть более чем в одной позиции. Поэтому фидуциарий и администратор не могут быть и бенефициаром одновременно. Таким образом, у судьи нет другого выхода, как выполнить ваши требования. Но, внимание, вы должны быть уверены в себе, действовать без ошибок. Вас будут пытаться ввести в заблужение, чтобы заставить вас хотя бы засомневаться в правильности вашего знания их законов. Внешний вид, величавость, грандиозность псевдотрибуналов рассчитано только захватить ваше внимание и только с целью запугивания и вселения в вас страха. И если этот спектакль удастся, и вы испугаетесь, и потеряете веру в себя, значит, знайте, что вы оказались в их руках. Были случаи, когда судьи и прокуроры перебивали и вмешивались в ответы подсудимого, внося тем самым путаницу, после чего отправляли ответчика на медсудэкспертизу. Судья и прокурор сумели исказить смысл высказывания ответчика и вследствие их победы это психбольница для подсудимого. Важно запомнить, что судьи, прокуроры обязаны с собственного кармана платить судебные расходы в случае, если судопроизводство сдается в архив. И поэтому так просто никто не откажется от победы. Тем более, что секретарь суда, судья и адвокат получат гонорар, если сумеют вас приговорить и посадить в места не столь отдаленные. Поэтому верьте в себя и будьте зельными. Важно запомнить, что если судья сумеет отправить вас на судмедэкспертизу, знайте, что судебные психиатры также продажны, как и судьи, как и секретарь суда, как и адвокаты. Психиатры фальсифицируют ответы подсудимого, чтобы отправить его в тюрьму. И таким образом подсудимому будет назначена повторная процедура психосвидетельствования через энное время. И поэтому всегда отказывайтесь, что вы на судмедэкспертизе именно отвечали так. И как только вы будете на свободе, защитите собственные права в Европейском суде по правам человека или Народном суде общего права за защиту собственных прав, которые имеют право и обязанность судить тех, кто злоупотребил против вас. И еще несколько слов о налогах. Той удавке, благодаря которой многие покончили жизнь самоубийством. Конечно, по большому счету, ценности этих самоубийц были сдвинуты в сторону материальных радостей. Но что уж об этом. Тем не менее, налоги это причина многих тяжелых ситуаций. Хотя в реальности их нет этих налогов. так как все страны это частные предприятия, то бишь частные корпорейшен. И если вы конкретно вы не заключили договор с этой private corporation, которая заставляет вас платить, вы не обязаны выплачивать взносы паразитарной системы, начхать с большой горки на ваши деньги. Они их молю столько сколько пожелают. Их цель контроль вашей жизни и вашей души. То, что имеет действительную ценность. Деньги это мера равносильного обмена. Но благодаря паразитам материальная равносильная энергия обмена превратилась в ярмо для крепостных. И в заключении как защититься от нападок системы. Первое. Система придумала как инструмент противостояния ей это уведомление об отказе, которую законно можете отправить отправителю, требующего от вас погашения любых налогов, сбора, оплат. Другим вас защищающим инструментом есть уведомление об условном принятии, которое надо отправить в банк или финансовую компанию, когда требует от вас уплатить задолженность по кредиту или окончательную сумму задолженности по кредиту. В этом документе запросите объяснение некоторых подробностей. Это происхождение одолженных средств. Также полномочия функционеров законной способности заниматься судным производством и с указанием необходимости сравнения с международным правом, который включает в себя ряд санкций против незаконной деятельности. И если они у вас требуют денег, ну так пусть сами себе же и намалюют. Правило мировоззания или свобода выбора дает возможность всем участникам использовать по полной собственное право на эту жизнь. Кон стоит на стороне правды. Человеки, поднимайтесь с колен, патоген будет разбит. Правда с нами. Продолжение следует...